Семьё, я Кристина и расскажу вам главные события недели. Дети и жёны мобилизованных воронежцев смогут бесплатно ездить в маршрутках и троллейбусах. Об этом заявил мэр Вадим Кстенин. Нововведение вступит в силу после того, как проработают процедуру выдачи проездных и соберут все контакты семей мобилизованных. Жуткий инцидент произошёл в одной из школ Богучарского района. Двое девятиклассников поссорились. Один из них достал раскладной нож и вонзил голову оппонента. 15-летнего пострадавшего с ножом в голове доставили вертолётом в Воронеж и прооперировали. Сейчас он в реанимации в тяжёлом состоянии. В Воронежскую область прибыло 24 тысячи насадок распылителей для назального введения вакцины против ковида. Теперь оба компонента спутник Ви можно будет вводить в носовую полость с интервалом 21 день. Сейчас насадки распределяются склады в медицинские организации города и области. Эдуард Ельшин, который в ноябре 2014 года зарезал у кафе Эль-Токио своего ровесника, 30-летнего Дмитрия Кривошеева, и был приговорён за это к 12 годам колонии строгого режима, попросил смягчить ему приговор. Мужчина обратился в суд с ходатайством о замене наказания принудительными работами. Деревья с необыкновенным окрасом листьев обнаружили в Богучаре. Фотографиями в соцсетях поделилась местная жительница Арина. Девушка предполагает, что уникальные деревья южного происхождения называются скумпия. Летом листья окрашиваются в обычный зелёный цвет, а глубокой осенью чернеют.